Здравствуйте! В эфире информационная программа «Семь дней». Сегодня в выпуске. Оперативный рейд по местам незаконных выработок принес очередной урожай. В ходе оперативного мероприятия работниками милиции изъято и уничтожено 280 литров бражной закваски. 22 сентября состоялась прямая линия с городским головой Сергеем Жоржевичем Рухадзе. И многое другое. В середине 90-х копанки стали символом экономического падка Донбасса. Теперь же их вполне можно отнести к категории местных достопримечательностей. Подробности далее. Как правило, незаконные разработки находятся на пластах угольных предприятий. Сейчас наложена связь с руководителями шахт, которые предоставляют соответствующие органы данные, полученные в результате работы обходных групп. Не остаются в стороне и местные жители. Информацию, поступившую в результате такого плодотворного сотрудничества, оперативно проверяют представители органов самоуправления, проводя совместные рейды с прокуратурой и милицией. В прошедшую субботу с целью выявления фактов незаконной добычи угля состоялась выездная проверка. В состав группы вошли начальник городского отдела милиции Валерий Штанченко, заместитель прокурора Антон Горбачев, городской голова Углегорска Михаил Мартынов, заместитель городского головы Енакева Евгений Азюменко, оперополномоченный Максим Кончуковский и Алексей Поливода, а также представители городских средств массовой информации. Оперативный рейд по окрестностям Енакева снова принес урожай. Участниками мероприятия было обнаружено несколько мест незаконной добычи угля. Однако никакие работы ни на одной из посещенных участниками рейда нелегальных шахт не велись. Они вообще вроде как начали работать, а потом и закрыли их до дня шахтера. Они уже до дня шахтера не работали, и после дня шахтера они не работали. На одной из дыр, видимо, завидев нас, обедающие сторожа, побросав продукты столовой принадлежности, поспешили скрыться. О прерванной трапезе напомнил лишь закипающий на костре чайник. Поэтому, чтобы черные бизнесмены не вернулись сюда снова, представители власти пообещали в ближайшее время засыпать выработки. Рейды дают определенные результаты. Попытки экологических вандалов обогатиться за счет незаконной разработки угля неизбежно терпят фиаско. Так что нелегалам ничего не остается, кроме как покидать насиженные места. Но сказать о том, что вся территория, принадлежащая Енакевскому региону, на сегодняшний день полностью очищена от стерных старателей, пока нельзя. Несмотря на то, что совместными усилиями городской власти и правоохранителей деятельность большого количества окопанок удалось прекратить, находятся новые джентльмены удачи, пытающиеся нагреть руки на незаконном бизнесе. Обещание представителей власти о том, что обнаруженные власти власти во время рейда копанки будут засыпаны, выполнено. Ранним утром во вторник в местах незаконных выработок уже вовсю работала техника. Продолжение следует... В прошлом году в нашей стране стартовала программа очищения регионов страны токсичных отходов, разработанная по поручению президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Предполагалось, что от химической бомбы освободят и Енакевский регион. Здесь, в полуразрушенном складе совхоза «Октябрьский», уже более 30 лет хранится большое количество сельхозудобрений. Однако средств для благих целей сразу не нашлось. Из госбюджета в прошлом году были выделены миллионы, но даже их не хватило, чтобы провести утилизацию по всей стране. До Савелевки очередь дошла лишь сейчас. Распоряжением городского головы создана комиссия, в которую вошли представители Енакевского исполкома, Углепорского исполкома, МЧСники, СБУ, милиция. И данные члены комиссии присутствуют при вывозе. 12 сентября в поселке Савельевка наконец распахнулись двери старого склада, в котором накануне сотрудники фирмы перезатарили находившиеся там вещества. Подойдя ближе к дверям склада, участники мероприятия почувствовали резкий химический запах, от которого стало першить в горле. Согласно имеющимся документам, здесь хранится всего 280 кг различных удобрений. В действительности на складе оказалось более двух тонн. Вывозом и погрузкой занималась израильская компания «Сайгрупп Консорт ЛТД». И больше в нашем городе таких объектов, такого складирования химических каких-то отравляющих веществ нет? Ну, это не отравляющие, вы неправильно понимаете, что в том количестве, которым они есть, они как удобрения использовались. Потому что срок годности их уже давно истек, они не использованы были, и поэтому их на утилизацию. В малых количествах они использовались как удобрения. То есть, получается, они вот безопасны, это не страшно, что дождь может... Ну, сейчас, как бы, потому что они лежат на маленькой территории, в большом количестве. Это не совсем хорошо, скажем так, не совсем безопасно. Когда их вывезут, там, когда вы задавали вопрос, проводить ли уборку, то есть в том количестве, которым они останутся, даже что-то, если останется, то есть ли там что-то лежит, опасности никакой не будет представлять. Когда казалось, что, наконец, земля совхоза навсегда избавилась от опасного груза, ядохимикаты со старой тарой и загрязненной почвой были упакованы и взвешены, оказалось, химический анализ содержимого предварительно не был проведен. В результате при погрузке выявлено два мешка со следами тления, которые сотрудники фирмы отказались грузить в фуру, опасаясь пожара. Очевидно, для их содержимого была нужна другая упаковка, но ее в наличии не оказалось. Не получив письменной гарантии, что за мешками обязательно приедут, контролировавшие зачистку склада члены специально созданной комиссии под руководством заместителя городского головы Александра Сергеевича Антропова отказались подписывать акт. В результате мешки и бочки выгрузили и вновь вернули на прежнее место. Но после переговоров с Сенекиской комиссией компания пообещала вернуться за химовеществами в ближайшее время. Только пока фирма, которая занималась вывозом ядохимикатов, кормила городскую комиссию завтраками, потревоженные в складе вещества воспламенились. 18 сентября на пульт МЧС поступило сообщение от жителей улицы Железнодорожной о пожаре в Савельеве. К моменту прибытия спасателей уже пылала крыша склада. Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Вскоре он был локализован. В результате возгорания были уничтожены крыша строения и все его содержимое. Сегодня компетентные органы занимаются выяснением причины возгорания и размера ущерба, который понесло КСП «Октябрьский». А компания CIA Group Consort Ltd. теперь будет обязана запаковать и вывезти из-за частного склада пепел и загрязненную землю. КОНЕЦ ТОММЕНТЫ КОНЕЦ ТОММЕНТЫ Продолжение следует...